Новина, глава 18. Все общество сынов Израилевых собрались с селом и поставили там скинью собрание, и земля была покорена ими. И сынов же Израилевых оставалось семь колен, которые еще не получили у дела своего. И сказал Иисус сынам Израилевым, Долго ли вы будете не родить о том, чтобы пойти и взять в наследие землю, которую дал вам Господь Бог Отцов ваших? Дайте от себя по три человека из колена, и пошлю их, и они, встав, пройдут по земле и опишут ее, как надо бы разделить им на уделы, и придут ко мне. Пусть разделят ее на семь уделов. Иуда пусть остается в пределе своем на юге, а дом Иосифов пусть остается в пределе своем на севере. А вы распишите землю на семь уделов, и представьте мне сюда, я брошу вам жеребие здесь перед лицем Господа Бога нашего. А левитам нет счастья между вами, ибо священство Господне есть удел их. Гаджи, Рувим и половина колена монастяна, получили удел свой за Иорданом к востоку, который дал им Моисей раб Господень. Эти люди встали и пошли. Иисус же, пошедшим описывать землю, дал такое приказание. Пойдите, обойдите землю, опишите ее и возвратитесь ко мне, а я здесь брошу вам жеребие перед лицем Господнем в селоме. Они пошли, прошли по земле, осмотрели ее и описали ее по городам ее на семь уделов в книге. И пришли к Иисусу встан в селом. Иисус бросил им жеребие в селоме перед Господом и разделил там Иисус землю сынам Израилевым по участкам их. Первый жеребий вышел к колену сынов Вениаминовых по племенам их. Предел их по жребию шел между сынами Иуды и между сынами Иосифа. Предел их на северной стороне начинается у Иордана и проходит предел сей подле Иерихона с севера и восходит на гору к западу и оканчивается в пустыне Беф-Авен. Оттуда предел идет к Лузу, к южной стороне Луза, иначе Вифиля. И нисходит предел к Катаров-Адару, к горе, которая на южной стороне Беф-Арона Нижнего. Потом предел поворачивает и склоняется к морской стороне на юг от горы, которая на юге перед Беф-Ароном. И оканчивается у Кириаф-Ваала, иначе Кириаф-Ярима, города сынов Иудиных. Это западная сторона. Южной же стороной от Кириаф-Ярима идет предел к морю и доходит до источника под Нефтааха. Потом предел нисходит к концу горы, которая перед долиной сына Иенномова, на долине Рифаимов, к северу. И нисходит долина Иеннома к южной стороне Иевуса, и идет к Эн-Рагелу. Потом поворачивает от севера и идет к Эн-Шемеху, и идет к Гелилофу, который против возвышенности Адумима. И нисходит к камню Багана сына Рувимова. Потом проходит близ равнины к северу и нисходит на равнину. Отсюда проходит предел подли Беф-Хоглы к северу, и оканчивается предел у северного залива моря Соленого, у южного конца Иордана. Вот предел южный. С восточной же стороны пределом служит Иордан. Вот у дел сынов Вениаминовых с пределами его со всех сторон по племенам их. Города колену сынов Вениаминовых по племенам их принадлежали сии Иерихон, Беф-Хогла и Эмек-Кисис. Вот у дел сынов Вениаминовых по племенам их. Новина глава 19. Второй жребий вышел Симеону к колену сынов Симеоновых по племенам их и был у дел их среди у дела сынов Иудиных. В уделе их были Версавия, Илишева, Малада, Хасар-Шуал, Вала и Ацем, Елталат, Февул и Хорма, Секлак, Беф-Марковов и Хасар-Суса, Беф-Левоов и Шарухен, 13 городов с их селами, Ан, Ремон, Ефер и Ашан, 4 города с селами их. И все села, которые находились вокруг городов с их, даже Давалав-Беэры или Южные Рамы. Вот у дел колена сынов Симеоновых по племенам их. От участка сынов Иудиных выделен у дел колену сынов Симеоновых. Так как участок сынов Иудиных был слишком велик для них, то сыны Симеоновые получили у дел среди их у дела. Третий жребий выпал сынам Заулоновым по племенам их и простерялся предел у дела их до Сарида. Предел их восходит к морю и морали и примыкает до Бешефу и примыкает к потоку, который перед Ио-Киамом. От Сарида идет назад к восточной стороне, к востоку Солнца, до предела кислов Фавора. Отсюда идет к Даврафу и восходит к Хиафии. И отсюда проходит к востоку в Геффевер, Китту, Кацин и идет к Ремону, Мифаару и Нея. И поворачивает предел от севера к Хаттанафону и оканчивается долиной Ифтах-Эл. Далее Катав, Нагалал, Шемрон, Идеала и Вифлеем. Двенадцать городов с их селами. Вот у дел Завулоновых по их племенам, вот города и села их. Четвертый жребий вышел из Сахару, сынам из Сахара по племенам их. Пределом их был Изриель, Кесулов и Сунем, Хафараим, Шион и Анахарав, Равив, Кешион и Овес, Ремев, Энганим, Энхадда и Вифпацес. И примыкает предел к Фавору и Шагациме и Вифсамису и оканчивается предел их у Иордана шестнадцать городов с селами их. Вот у дел колено сыновых Сахаровых по племенам их, вот города и села их. Пятый жребий вышел к колено сыновых Сировых по племенам их. Пределом их были Хелхав, Хали, Бетен и Ахсав, Аламелех, Амад и Мишал и примыкает предел к Кармилу с западной стороны и к Шихор Левиафу. Потом идет назад к востоку Солнца и к Бевдагон и примыкает к Завулону и к долине Ифтах-Эл-Севера и входит в пределы Асафы, в Бев-Эмек и Нейел и идет у Кавула с левой стороны. Далее Еврон, Рихов, Хамон и Кана до Сидона Великого. Потом предел возвращается к Раме до укрепленного города Тиры и поворачивает предел к Хосе и оканчивается у моря в местечке Ахзиви. Далее Умма и Афек и Рихов, двадцать два города с селами их. Вот у дел колено сыновых Сировых по племенам их, вот города и села их. В шестой жребий вышел сынам Нефалима, сынам Нефалима по племенам их. Пределы шел от Хелефа и от Дубравы, что в санониме, к Аддаме, Никеву и Авинеилу, до Лакума и оканчивства Виордана. Отсюда возвращается предел на запад, казно Фавору и идет оттуда к Хукоку и примыкает к Завулону с юга. И Кассиру примыкает с запада, и Киуде у Иордана от востока солнца. Города укрепленные Сидим, Цер, Хамав, Рокав и Хенерев. Адама, Рама и Ассор, Кедес, Идрея и Ингацсор. Ирион, Мигдалет, Харем, Беф, Анаф и Вевсамис. Девятнадцать городов с их селами. Вот удел сынов нефалимов по племенам их, вот города и села их. К колену сынов данных по племенам их вышел жребий седьмой. Пределом удела их были Сора, Ештаол и Иршемеш. Шалавин, Аяалон и Ифла. Илон, Фамнафа и Экрон. Элтеки, Гивифон и Валаав. Игут, Беневерак и Гафримон. Ме и Арком, Иракон с пределом близ Иопии. И вышел предел сынов Дановых, мал для них. И сыны Дановых пошли войною на Ласем и взяли его и поразили его мечом. И получили его в наследие, поселились в нем и назвали Ласем Даном по имени Дана отца своего. А Марея оставались жить в Еломе и Соломине. Но руки Ефремова рука одолела их, и сделались они данниками ему. Вот удел колено сынов Дановых по племенам их. Вот города и села их. Сыны Данова не истребили Амореев, которые стеснили их на горе. И не давали им Амореев выходить на долину. И отгоняли у них предел их участка. Когда окончили разделение земли по пределам ее, тогда сыны Израилева дали среди себя удел Иисусу сыну Навину. По повелению Господню дали ему город Фомна в сарае, которого он просил на горе Ефремово. И построил он город и жил в нем. Вот уделы, которые Елеазар священник и Иисус сын Навины, начальники поколений, разделили коленом сынов Израилевых по жребию в селоме перед лицем Господним у входа скини собрания. И кончили разделение земли. Навина, глава 20. И сказал Господь Иисусу, говоря, «Скажи сынам Израилевым, сделайте у себя города убежища, о которых я говорил вам через Моисея, чтобы мог убегать туда убийца, убивший человека по ошибке, без умысла. Пусть города сии будут у вас убежищем, чтобы не умер убивший, отмстившего за кровь, доколе не предстанет перед общество на суд. И кто убежит в один из городов сих, пусть встанет у ворот города и расскажет вслух старейшин города сего дело свое, и они примут его к себе в город и дадут ему место, чтобы он жил у них. И когда погонятся с одним мстящим за кровь, то они не должны выдавать в руки его убийцу, потому что он без умысла убыл ближнего своего, не имел к нему ненависти ни вчера, ни третьего дня. Пусть он живет в этом городе, доколе не предстанет пред общество на суд, доколе не умрет великий священник, который будет в те дни. А потом пусть возвратится убийца и пойдет в город свой и в дом свой, в город, из которого он убежал. И отделили Кедес в Галилее на горе Нефалимской, Сихем на горе Ефремовой и Кореафа Арбы, иначе Хеврон на горе Иудиной. За Иорданом против Иерихона к востоку отделили Бецар в пустыне, на равнении от колена Рувимова, Ирамов в Галаде от колена Гадова, и Галан в Асане от колена Монастена. Все города назначены для всех сынов Израилевых и для пришельцев, живущих у них, дабы убегал туда всякий, убивший человека по ошибке, дабы не умер он от руки мстящего за кровь, доколе не предстанет пред общество на суд. Новина, 21 глава. Начальники поколения левицких пришли к Елеазару священнику, к Иисусу сыну Новину и к начальникам поколения сынов Израилевых, и говорили им в селоме, в земле Ханаанска, и сказали, Господь повелел через Моисея дать нам города для жительства и предместия их для скота нашего. И дали сыны Израилю левитам из уделов своих по повелению Господню, сии города с предместиями их. Вышел с жреби племенам Каафам, и досталось под жреби сынам Маарона священника, левитам от колена Иудина, и от колена Симеонова, и от колена Вениаминова, тринадцать городов. А прочим сынам Каафа от племени колена Ефремова, и от колена Данова, и от половины колена Монассина, по жребию досталось десять городов. Сынам Герсоновым от племени колена Иссахарова, от колена Осировой, от колена Нефалимовой, от половины колена Монассина, в Осане по жребию досталось тринадцать городов. Сынам Мирариным по их племенам от колена Рувимова, от колена Гадовой, от колена Завулонова, 12 городов. И отдали сыны Израилю и левитам сии города с предместиями их, как повелел Господь через Моисея по жеребию. От колена сынов Иудинах, от колена сынов Симеоновых и от колена сынов Вениаминовых дали города, которые здесь названы по имени. 13 сына Моарона из племени Каафовых и сынов Левия, так как жеребие их был первый, дали Кириаф Арбы отца Инакова, иначе Хеврон на горе Иудиной, и предместие его вокруг его. А поле сего города и села Поля, села его отдали в собственность Халеву сыну Ифонину. 14. Итак, сына Моарона, священника, дали город-убежище для убийцы Хеврон и предместие его, Ливну и предместие ее, Иотир и предместие ее, Ештема и предместие его, Халон и предместие его, Давир и предместие его, Аин и предместие его, Юту и предместие его, Бевшемеш и предместие его. Девять городов от двух колен сих. А от колена Вениаминова Гаваоны предместия его, Гевы предместия его, Анафофы предместия его, Алмоны предместия его. Четыре города. Всех городов сынам Аароновым, священникам, досталось тридцать городов с предместиями их. И племенам сынов Каафовых левитов, прочим и сынов Каафовых по жребию их, достались города от колена Ефремова. Дали им города убежища для убийцы Сихем и предместия его на горе Ефремовой, Гезер и предместия его, Кевсаим и предместия его, Бефорон и предместия его. Четыре города. От колена Даннала, Елфекс и предместия его, Гавифон и предместия его. Айалон и предместия его, Гавримон и предместия его. Четыре города. От половины колена Манасина, Фаннах и предместия его. И Гавримон и предместия его. Два города. Всех городов с предместиями их, прочим племенам сынов Каафовых досталось десять. А сынам Герсоновым из племени левитских. Далее, от половины колена Манасина, город убежища для убийцы Галан в Асане и предместия его. И Беэштер и предместия его. Два города. От колена Иссахарова, Кишион и предместия его. Давраф и предместия его. Ярмуф и предместия его. Энганим и предместия его. Четыре города. От колена Осирова, Мишал и предместия его. Авдон и предместия его. Хелкаф и предместия его. Рехов и предместия его. Четыре города. От колена Нефалимова город-убежище для убийцы Кедес в Галилее в предместье его, Гамовдор и предместье его, Карфан и предместье его, три города. Всех городов сынам Герсоновым по племенам их досталось тринадцать городов с предместьями их. Племенам сынов Мирариных остальным левитам дали от колена Заволуанова и Окнеам и предместья его, Карфу и предместье ее, Димну и предместье ее, Наголав и предместье его, четыре города. По ту сторону Иордана, против Иерихона, от колена Рувимова, два, дан город убежище для убийц, Бесер в пустыне Месрох и предместие его, Иатса и предместие его, Кедемоф и предместие его, Мефааф и предместие его, четыре города, от колена Гадова города убежище для убийц, Ромоф и Бгалааде и предместие его, Маханаим и предместие его, Есион и предместие его, Иазер и предместие его, всех городов четыре. Всех городов сынам Мерарияным по племенам их, остальным племенам Левицким, по жребию досталось 12 городов. Всех городов Левицких среди владения сынов Израиля было 48 городов с предместиями их. При городах сих были при каждом городе предместия вокруг него. Так было при всех городах сих. Когда Иисус кончил разделение земли по пределам ее, тогда сыны Израилевы дали счастье Иисусу по повелению Господню, дали ему город, которого он просил. Фимнах Сару дали ему на горе Ефремовой. И построил Иисус город, которого просил. И жил в нем. И взял Иисус каменные ножи, которыми обрезал сынов Израилев, родившиеся на пути в пустыне. Ибо они не были обрезаны в пустыне. И положил их в Фимюав Саре. Таким образом отдал Господь Израилю всю землю, которую дать клялся отцам их. И они получили ее в наследие и поселились на ней. И дал им Господь покой со всех сторон, как клялся отцам их. И никто из всех врагов их не устоял против них. Всех врагов их предал Господь в руки их. Не осталось не исполнившимся ни одного слова из всех добрых слов, которые Господь говорил дому Израилеву. Все сбылось. Новина, глава 22. Ныне Господь Бог ваш успокоил братьев ваших, как говорил им. Итак, возвратитесь и пойдите в шатры ваши, в земли вашего владения, которую дал вам Моисей, раб Господень, за Иорданом. Только старайтесь тщательно исполнять заповеди и закон, который завещал вам Моисей, раб Господень. Любить Господа Бога вашего, ходить всеми путями Его, хранить заповеди Его, прилепляться к Нему и служить Ему всем сердцем вашим и всей душой вашей. Потом Иисус благословил их и отпустил их, и они разошлись по шатрам своим. Одной половине колена монастея дал Моисей удел в восстание, а другой половине дал Иисус удел с братьями Его по эту сторону Иордана к западу. И когда отпускал их Иисус в шатры их и благословил их, то сказал им. С великим богатством возвращаетесь вы в шатры ваши, с великим множеством скота, с серебром, с золотом, с медью и с железом, и с великим множеством одежд. Разделите же добычу, взятую у врагов ваших, с братьями своими. И возвратились и пошли сыны Рувимова и сыны Гадовой половины колена монастея, сынов Израилевых и Силома, которые в земле Хананской, чтобы идти в землю Галаат, в землю своего владения, которые получили во владение по повелению Господню, данному через Моисея. Придя в окрестность Иордана, что в земле Хананской, сыны Рувимова и сыны Гадовой половины колена монастея соорудили там подле Иордана жертвенник, жертвенник большой по виду. И услышали сыны Израилевых, что говорят, вот сыны Рувимова и сыны Гадовой половины колена монастея соорудили жертвенник на земле Хананской, в окрестностях Иордана, напротив сынов Израилевых. Когда услышали сие сыны Израилевых, то собралось все общество сынов Израилевых с Силом, чтобы идти против них войною. Впрочем, сыны Израилевы прежде послали к сынам Рувимовым и к сынам Гадовым и к половине колена монастея в землю Галатскую, Финиеса, сына Илиазара, священника, и с ним десять начальников, по начальнику поколения от всех колен Израилевых. Каждый из них был начальником поколения в тысячах Израилевых. И пришли они к сынам Рувимовым и к сынам Гадовым и к половине колена монастея в землю Галат, и говорили им и сказали. Так говорит все общество Господне. Что это за преступление сделали вы перед Господом, Богом Израилевым, отступив ныне от Господа Бога Израилева, соорудив себе жертвенник и восставь ныне против Господа? Разве мало для вас беззакония Фигурова, от которого мы не очистили до сего дня, из-за которой поражено было общество Господне, а вы отступаете сегодня от Господа? Сегодня вы восстаете против Господа, а завтра прогневается Господь на все общество Израилева. «Если же земля вашего владения кажется вам нечистой, то перейдите в землю владения Господне, в которой находится скиния Господне, возьмите удел среди нас, но не восставайте против Господа и против нас не восставайте, сооружая себе жертвенник, кроме жертвенника Господа Бога нашего». «Не один Леохан, сын Зары, сделал преступление, взяв из заклятого, а гнев был на все общество Израилева. Не один он умер за свое беззаконие». Сыны Рувимова и сыны Гадова и половина Канела Монастена в ответ на сие говорили начальникам тысяч Израилевых, «Бог богов Господь! Бог богов Господь! Он знает, и Израиль дознает. Если мы восстаем и отступаем от Господа, то да не пощадит нас Господь в сей день. Если мы соорудили жертвенник для того, чтобы отступить от Господа Бога нашего, и для того, чтобы приносить на нем все сожжения и приношения хлебные, и чтобы совершать на нем жертвы мирные, тогда взыщет сам Господь. Но мы сделали сие по опасению того, чтобы в последующее время не сказали ваши сыны нашим сынам, что вам до Господа Бога Израилева. «Господь поставил пределом между нами и вами сыны Рувимова и сыны Гадова и Ордан. Нет вам счастья в Господе. Таким образом, ваши сыны не допустили бы наших сынов чтить Господа. Поэтому мы сказали, соорудим себе жертвенник не для всесожжения и не для жертв, но бы что он между нами и вами, между последующими родами нашими был свидетелем, что мы ему можем служить Господу всесожжениями нашими, и жертвами нашими, и благодарениями нашими, и чтобы в последующее время не сказали ваши сыны сынам нашим, нет вам счастья в Господе. Мы говорили, если скажут так нам и родам нашим в последующее время, то мы скажем, видите, подобие жертвенника Господа, которое сделали отцы наши не для всесожжения и не для жертв, но чтобы это было свидетелем между нами и вами, и между сынами нашими. «Да не будет этого, чтобы восстать нам против Господа и отступить ныне от Господа, и соорудить жертвенник для всесожжения и для приношения хлебного и для жертв, кроме жертвенника Господа, Бога нашего, который предскини его». Финьес, священник, и все начальники общества, и головы тысяч израилев, которые были с ним, услышав слова, которые говорили сыны Рувимова и сыны Гадова и сыны Монастин, одобрили их. «И сказал Финьес, сын Илеазара, священника, сынам Рувимовым, сынам Гадовым и сынам Монастином, «Сегодня мы узнали, что Господь среди нас, что вы не сделали перед Господом преступления сего. Теперь вы избавились сынов Израиля от руки Господней». «И возвратился Финьес, сын Илеазара, священник, и начальники от сынов Рувимовых и от сынов Гадовых и от половины колена Монастином в землю Ханаанскую к сынам Израилевым, и принесли им ответ. «И сыны Израилевы одобрили это, и благословили сыны Израилевы Бога, и отложили идти против них войной, чтобы разорить землю, на которой жили сыны Рувимовы и сыны Гадовой и половины колена Монастином, и назвали сыны Рувимовы и сыны Гадовой и половины колена Монастином, жертвенник Эд, потому что, сказали они, он свидетель между нами, что Господь есть Бог наш». Новина, глава 23. Спустя много времени после того, как Господь Бог успокоил Израиля от всех врагов его со всех сторон, Иисус состарился, вошел в преклонные лета, и призвал Иисус всех сынов Израилевых, старейшин их, начальников их, судей их и надзирателей их, и сказал им, «Я состарился, вошел в преклонные лета». «Вы видели все, что сделал Господь Бог ваш перед лицом вашим со всеми семи народами, ибо Господь Бог наш ваш сам сражался за вас. «Вот, я разделил вам по жребию оставшиеся народы сии в удел коленом вашим, все народы, которые я истребил от Иордана до Великого моря на запад солнца. Господь Бог ваш сам прогонит их от вас, доколе не погибнут, и пошлет на них диких зверей, доколе не истребит их, и царей их от лица вашего, и истребит их пред вами, дабы вы получили в наследие землю их, как говорил вам Господь Бог ваш». Посему во всей точности старайтесь хранить и исполнять все написанное в книге закона Моисеева, не уклоняясь от него ни направо, ни налево. Не сообщайтесь сими народами, которые остались между вами. Не воспоминайте имени богов их, не клянитесь ими, и не служите им, и не поклоняйтесь им. Но прилепитесь к Господу Богу вашему, как вы делали до сего дня. Господь прогнал от вас народы, великие и сильные, и перед вами никто не устоял до сего дня. Один из вас прогоняет тысячу, ибо Господь Бог ваш сам сражается за вас, как говорил вам. Посему всячески старайтесь любить Господа Бога вашего, если же вы отвратитесь и пристанете к оставшимся из народов всех, которые остались между вами, и вступите в родство с ними, и будете ходить к ним, и они к вам, то знайте, что Господь Бог ваш не будет уже прогонять от вас народы сии, но они будут для вас петлей и сетью, бещом для ребр ваших, и терном для глаз ваших, да коли не будете истреблен из всей доброй земли, которую дал вам Господь Бог ваш. Вот я ныне отхожу в путь всей земли, а вы знаете, всем сердцем вашим и всей душой и вашей, что не осталось тщетным ни одно слово из всех добрых слов, которые говорил о вас Господь Бог ваш. Все сбылось для вас, ни одно слово не осталось неисполнившимся. Но как сбылось над вами всякое доброе слово, которое говорил вам Господь Бог ваш, так Господь исполнит над вами всякое злое слово, да коли не истребит вас с этой доброй земли, которую дал вам Господь Бог ваш, если вы приступите завет Господа Бога вашего, который Он поставил с вами, и пойдете и будете служить другим богам и поклоняться им, то возгорится на вас гнев Господень, и скоро сгибнитесь с этой доброй земли, которую дал вам Господь. Новина, глава 24. И собрал Иисус все колено Израилево и сихем, и призвал старейшин Израиля и начальников его, и судей его, и надзирателей его, и предстали пред Господа Бога. И сказал Иисус всему народу, Так говорит Господь Бог Израилев, За рекой жили отцы ваши из древли, Фара, отец Авраам, и отец Нахора, и служили иным богам. Но я взял отца вашего Авраама из реки, и водил его по всей земле Хананской, и размножил семя его, и дал ему Исаака. Исаак удал Иакова и Исава. Исаву дал я гору Сеир в наследие. Иакова же и сыны его перешли в Египет, и сделались там народом великим, сильным и многочисленным, и стали притеснять их египтяне. И послал я Моисея и Аарона, и поразил Египет язвами, которые делал я среди его, и потом вывел вас. Я вывел отцов ваших из Египта, и вы пришли к Черному морю. Тогда египтяне гнали за отцами вашими, с колесницами и всадниками до Черного моря. Но они возопили Господу, и Он положил облако и тьму между вами и египтянами, и навел на них море, которое их и покрыло. Глаза ваши видели, что я сделал в Египте. Потом много времени пробыли вы в пустыне. Я привел вас к земле Амареев, живших за Иорданом. Они сразились с вами, но я предал их в руки ваши, и вы получили в наследие землю их, и я истребил их перед вами. Восстал в Аллах сын Сепфоров, царь Моавицкий, и пошел войной на Израиль, и послал и призвал в Аллахам, сына Виорова, чтобы он проклял вас. Но я не хотел послушать Аллахама, и он благословил вас. И я избавил вас из рук его. Вы перешли Иордан и пришли к Ерихону, и стали воевать с вами жители Ерихона, Амареи и Ферезеи и Хананеи и Хитеи и Гергесеи и Ивеи и Ивусеи. Но я предал их в руки ваши. Я послал перед вами шершней, которые прогнали их от вас, двух царей амарейских, не мечом твоим и не луком твоим сделано это. И дал я вам землю, над которой ты не трудился, и города, которых вы не строили. И вы живете в них, из виноградных и малочисленных садов, масличных, которых вы не насаждали, вы едите плоды. Итак, бойтесь Господа и служите Ему в чистоте и искренности. Отвергните богов, которым служили отцы ваши за рекою, и в Египте, и служите Господу. Если же не угодно вам служить Господу, то изберите себе ныне, кому служить. Богам ли, которым служили отцы ваши, бывшие за рекой, или богам амареев, в земле которых живете? А я и дом мой будем служить Господу, ибо он свят. И отвечал народ и сказал, нет, не будет того, чтобы мы оставили Господа и стали служить другим богам. Ибо Господь Бог наш, Он вывел нас, и отцов наших из земли египетской, из дома рабства, и делал перед глазами нашими великие знамения, и хранил нас на всем пути, по которому мы шли, и среди всех народов, через которые мы проходили. Господь прогнал от нас все народы, и амареев, живших всей земле. Посему и мы будем служить Господу, ибо Он Бог наш. Иисус сказал народу, невозможете служить Господу Богу, ибо Он Бог святый, Бог ревнитель, не потерпит беззакония вашего и грехов ваших. Если вы оставите Господа и будете служить чужим богам, то Он наведет на вас зло и истребит вас после того, как благотворил вам. И сказал народу Иисусу, нет, мы Господу будем служить. Иисус сказал народу, вы свидетели о себе, что вы избрали себе Господа служить Ему. Они отвечали, свидетели. Итак, отвергните чужих богов, которые у вас, и обратите сердце свое к Господу, Богу Израилеву. Народ сказал Иисусу, Господу Богу нашему будем служить, и гласа Его будем слушать. И заключил Иисус народом завет в тот день, и дал ему постановление и закон в Сихеме перед скинией Господа Бога Израилева. И вписал Иисус слова сии в книгу закона Божия, и взял большой камень, и положил его там под дубом. Который подле святилища Господне. И сказал Иисус всему народу, вот, камень сей будет нам свидетелем, ибо он слышал все слова Господа, которые он говорил с нами сегодня. Он да будет свидетелем против вас в последующие дни, чтобы вы не солгали перед Господом Богом вашим. И отпустил Иисус народ каждого в свой удел. После сего умер Иисус сыновин раб Господень, будучи ста десяти лет. И похоронили его в пределе его удела во Мнав, в сарае, что на горе Ефремовой, на север от горы Гааша. И положили там с ним во гробе, в котором похоронили его, каменные ножи, которыми Иисус обрезал сынов Израилевых в Галгале, когда вывел их из Египта, как повелел Господь, и они там даже до сего дня. И служил Израиль Господу во все дни Иисуса и во все дни старейшин, которых жизнь продлилась после Иисуса, и которые видели все дела Господа, какие Он сделал Израилю. И кости Иосифа, которые вынесли сына Израилева из Египта, схоронили Сихеме в участке поля, которое купил Якову сыновьем Мора отца Сихемова за сто монет, и которое досталось в удел сынам Иосифовым. После сего умер Иелиазар, сын Аарона, первосвященник, и похоронили его на холме Финиеса, сына его, который дан ему на горе Ефремовой. В тот день сыны Израилева, взяв ковчег Божий, носились с собой, и Финиес был священником вместо Иелиазара отца своего, доколе не умер, и не был погребен в городе своем, Гаваафе. И сыны Израилевы пошли каждый в свое место и в свой город, и стали сыны Израилевы служить Астартии и Астарофу, и богам окрестных народов, и предал их Господь в руки Иглона, царя Моавицкого, и он владел ими восемнадцать лет. Субтитры создавал DimaTorzok